В семье Марины о многом говорят в будущем времени. Вот когда она поправится, и дальше уже идет список желаний, планов. В том, что она поправится, сомнений нет ни у кого, даже у врачей, хотя они чаще всего бывают настроены скептически. Несколько лет назад у молодой совсем женщины произошел разрыв сосуда в шейном отделе позвоночника и был потерян контроль над телом. Сейчас для того, чтобы восстановить все функции, научиться вновь ходить, работать руками, нужно приложить очень много сил. Долгое время семья справлялась сама, и вот теперь во второй уже раз решила обратиться за помощью. Десять минут в одну сторону и десять минут в обратную. Это только разминка. Реабилитация – задача номер один для Марины. Восстановить все функции рук, ног, начать ходить, сделать так, чтобы все было как раньше. Врачи считают, это абсолютно реально. Просто потребуется много времени. То, что движение вперед есть, можно заметить, если просто сравнить с тем, что было год назад. Тогда, год назад, Марина и стала героем нашего проекта. Рассказала о том, как все начиналось. О диагнозе, патологии сосудов шейного отдела она знала давно, но это никак не мешало жить. Жить активно, молодую маму с сыном трудно было застать дома. Всегда в движении. Мы с сыном гуляли по всему городу. То есть мы с ним ходили во всякие развлекательные, ну, может, там, центры. То есть муж нас не мог найти. Там, вы сейчас где? Там, он, допустим, на вокзале. Потом через полчаса звонит, мы сейчас где? Мы на Ирлеево. Все случилось неожиданно. Первый рабочий день Марины окончился в реанимации. Разрыв сосуда, операция и полная парализация. Двиглась только голова. Это была депрессия, были слезы постоянные, вечерами слезы. Силу придавала мечта встать и самой отвезти сына в школу. Курсы реабилитации, ежедневные занятия дома, эффективность занятий снижала серьезная спастика. Она не давала ногам двигаться произвольно. Разгибаем ножку. Я чувствую сопротивление, я чувствую сейчас произвольное движение, но достаточно слабое. То есть вот именно спастика нам сейчас не дает выпрямить ножку. Уколы ботокса в ноги. Несколько таких инъекций могли изменить ситуацию. И помогли Марине пройти эти процедуры тамбовчане после выхода сюжета в нашем эфире и публикации в СМИ. 800 единиц препарата. Столько ушло на то, чтобы расслабить мышцы. Ноги, так сказать, стали похожи, ну грубо говоря, на тряпочки. И уже пока ноги были как тряпочка, спастика вот она отступила, тут мы уже начали в Аксоне с Андреем Петровичем заниматься. То есть это был уже совершенно другой комплекс упражнений. Другой комплекс позволяет задействовать и тренировать большее число мышц. То, что несколько месяцев назад давалось с большим трудом, сейчас получается достаточно уверенно. Например, полгода назад левую руку нельзя было ни поднять, ни опустить. Да даже вот, я могу кошку выпустить на балкон, балкон вверх, хоп, так левой рукой хлоп, прикрыть, потому что сейчас холодно. Мы делаем с трех разных положений, чтобы мышцы прорабатывались в активах и в возможных проекциях. А еще Марина сделала первые шаги в вертикализаторе. Пока при поддержке. Но то, что организм откликается, это уже гарантия хорошего прогноза. Наблюдается выраженная положительная динамика. Если заработали у нас максимальные отделы, то мы надеемся, что будут работать и более нижележащие отделы нижних конечностей. Движения будут у нас восстанавливаться. Спинку она держит, если уж попросту говорить, она гораздо лучше. Она гораздо лучше сидит, она гораздо лучше лежит. Это тоже очень важно, потому что, если мы вспомним, как изначально мы с ней начинали реабилитацию, мы просто не могли уложить ее ровно. Спастика ей действительно не давала. Сейчас она спастику может в значительной мере контролировать. И я уже сказал, выполняет произвольные движения. То есть это очень важный и большой показатель, это большой прогресс. Муж Марины когда-то обещал носить ее на руках, но не думал, что все будет именно так. Сама же она мечтает вновь пройти с ним за руку. Сын, который в этом году пошел в первый класс, уже строит планы. Мам, когда ты встанешь, мы, у него планы, мы и в Москву поедем. Мам, когда ты встанешь, и в дельфинарии мы сходим. То есть нет таких слов, что там, мам, мы даже про сейчас не думали, мам, ты сейчас болеешь. Мы просто всегда, когда ты встанешь, мам, когда ты встанешь. Я ради сына, ради мужа, конечно, если бы не они, у меня, наверное, просто не было бы сил. На пути к здоровой жизни Марина не намерена останавливаться. Ее сил и поддержки близких хватит на то, чтобы пройти это непростое испытание. Но ресурсов семьи уже недостаточно. А реабилитация, которая каждый месяц обходится в 20 тысяч рублей, должна продолжаться еще несколько лет. Как всегда, реквизиты для помощи Марине доступны на сайте нашего телеканала. Это ватамбов.ру в разделе проекта «В наших силах».